В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. altesdefis.td.ru Здравствуйте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарные держачи и пальцы. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть от меня, мы сделали отгибку 45 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальца на П-отгибке и ослабление фальца на Г-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд Колледж водных ресурсов профессионально, качественно, 15 дней в оборудованной кровельной мастерской, телефонной экране. Продолжаем наш двугневный практикум. Технология двойного фальца. Раскрой картин по выкройке. Ну, я бы еще добавил по шаблонам. Очень важно для того, чтобы сделать новичкам выкройку уже на металле. Нам нужно иметь, подготовиться. В данном случае у нас должно быть, кроме выкройки, картины, которая у нас справа сверху перед глазами, еще шаблон биссектрисы. Мы его делали в предыдущих сериях. И сейчас мы будем этим пользоваться шаблоном. Потому что нам сделать биссектрису, так как показано вот у нас справа на выкройке. Шаблон биссектрисы делается заранее. И сейчас мы выбираем, какой нам сейчас стороной прикладывать. Вот выбрали у нас, так как у нас сторона здесь 35 мм, поэтому выбираем сторону на шаблоне, который у нас... Прикладываем шаблон. На шаблоне мы выбираем 45, то есть у нас чисто биссектриса, так как у нас с правой стороны будет радиусный гребень. И для складки нам нужно четко, чисто биссектрису. Биссектриса, она же будет линией гиба. Вот мы ее сейчас провели, перенесли с выкройки картины бумажной на металл. Проверяем. 35 мм. И теперь мы подготавливаем наш шаблон. Прикладываем его. И мы уже сейчас будем делать. Мы прикладываем 35 мм уже, для того, чтобы нам уже сделать линию гиба. То, что у нас она будет немножко... Да, перенесли мы с бумаги на металл. Она у нас будет минус 3 мм. 3-4 мм рекомендует. Откладываем сейчас то, что у нас будет скошенный вертикальный гребень. Сейчас мы откладываем 10 мм. И прикладываем линейку. И проводим линию. Линию реза. Используем для этих целей специальную линейку закройщика. Сейчас мы откладываем линию для того, чтобы нам сделать параллельно этой линии, то, что мы сейчас провели под углом. это для нашего... для нашей кромки 9 мм. Чтобы у нас одна линия была с другой параллельно. мы отложили две точки. Мы отложили две точки. Сейчас проводим... соединяем их нашей линейкой. Вот у нас сейчас появилась эта кромка с левой стороны. все время работаем по выкройке картины. Вот наш шаблон бисектрисы. для того, чтобы нам грамотно сделать раскрой крольной картины. вот у нас здесь бисектриса. Здесь бисектриса, но уже минус 4 мм. То есть, мы ее... линию гиба мы ее подняли. Вот существующий бисектрис. Согласно нашему... нашей выкройке бумажной. Вот сейчас это все видно. все перенесли, все проверяем. По шаблону. То есть, у нас есть шаблон бисектрисы, у нас есть выкройка картины, в которой мы работаем. Ну, а сейчас мы приступаем... как это говорится. Отрезаем лишнее при помощи... при помощи ножниц пеликан. Ножницы пеликан это удобные ножницы. Рекомендую их использовать при раскрое. В данном случае надо проверять. Не все ножницы пеликан. Эти ножницы, видимо, выработали какой-то ресурс и требуют настройки. Вот они при резе, они зажевывают кромку. Ее приходится таким образом отрывать. Для этих целей используются ножницы. Подрезные, рычажные. То есть, мы этими ножницами то, что у нас там появилось, заусенцем мы подрезали. Ну и подравниваем молотком круглым. Бойком полиэтиленовым. С другой стороны мы теперь то же самое. Вот подрезали сейчас этот заусенец. Качество нужное. От качества нужного зависит скорость работ. То есть, перед началом работы надо всегда проверить инструмент, чтобы он был исправен, отрегулирован. Зажевывание кромок бывает еще из-за того, что у нас происходит то, что у нас гровер-гайка, она не отрегулирована на нужную толщину. Поэтому это все нужно проверять. Итак, мы сделали верхнюю часть. Провели справа, слева. Заготовили. У нас есть линии. И теперь нам нужно подойти к сегментному листогибу и провести все основные линии, дать линию гиба для основных кромок. Сейчас мы делаем, настраиваем картину, чтобы у нас четко было по линии. И поднимаем немножко его, чуть-чуть. Просто как наживляем просто линию гиба немножечко. Как бы мы ее теперь переворачиваем. и теперь нам нужно вот эту кромку 200 миллиметров высокую. Ну вот, ну, для этого мы еще отогнем вторую. У нас же две кромки, еще одну кромку с другой стороны. Настраиваем по линии и поднимаем. и наживляем еще одну линию гиба. Ну, сейчас у нас вот он Вассерфальт знаменитый. Вассерфальт сейчас мы его отгибаем. Кромка гидробарьера 25 миллиметров четко по линии устанавливаем. Настраивать надо не спеша, чтобы четко попасть по линии. Чуть-чуть поднимаем и даем просто линию гиба. Даем линию гиба. Вот теперь у нас картина. Вот сейчас там, где у нас кромка 200 миллиметров. Сейчас мы ищем последнюю. И проверяем. Что у нас получается. Здесь нам нужно теперь отогнуть по линии складки. Линию складка у нас справа. Ну, вот нам надо сейчас еще забыли отогнуть кромку 200 миллиметров, дать по линии гиба небольшую отгибку. Не поднимать высоко, а просто дать. Ну, есть разные способы. Некоторые оставляют, некоторые поднимают. В данном случае мы решили поднять кромку 200 миллиметров для того, чтобы нам потом поднимать складки уже на верстаке на кройленом. итак, мы подготовили кройленую картину. Все основные линии гиба мы подогнули. И сейчас прикладываем нашу картину по месту. все ли у нас правильно, все ли у нас совпадает. Угол ската совпадает. Примеряем. Подравниваем, если нужно. и возвращаемся на кройленому верстаку, где мы теперь будем линии гиба складок отгибать. Немножко распряем, чтобы нам было удобно отгибать линию гиба складки. И конвертными кройлеными клещами мы сейчас дадим линию гиба. Проверяем по нашему бумажной уже готовым сборе уже выкройки, тоже у нас, чтобы нам не ошибиться, в какую сторону нам отгибать линию гиба складки. Вот можно отгибать прекрасными линией гибом, который выпускает фирма РАУ. Ну, называется ПАК. Большой, но на самом деле это большой линия гиб. Наша картина готова. Мы ее выпрямляем. И теперь отгибаем линию гиба складки при помощи конвертных кройленых клещей. специально сделаны для... Единственное, неудобно, конечно, то, что вот эти у нас губки, они под 45 загнуты, а у нас вот линия складки, мы ее можем установить точно, но остальное мы к сожалению отгибаем неправильно, то есть вот эта вертикальная линия мы ее немножечко да, вот она здесь вот отогнулась.